но сегодня у нас для вас еще одна новость это не просто обзор это сравнительный обзор точнее сравнительный тест-драйв сегодня мы также будем смотреть toyota rav4 одноклассник mazda сколько ну точнее нисколько я не искал при желании можно найти все что угодно в интернете но я так бегло посмотрел и не нашел ни одного сравнительного тест-драйва cx-5 и rav4 и сегодня я попробую это реализовать сегодня мы снимаем mazda cx-5 как обычно самые интересные автомобили нашего города эта тачка в самой крутой комплектации мы искали искали нашли как вы можете видеть уже сразу по колесам которые радиус r19 которые идут только в максимальной комплектации на заводской резине toyota которая идет сразу у дилера завода соответственно хотелось бы сказать во первых о том что новый дизайн который придумали маздовцы который называется кода он был применен именно на этой версии плюс новые пропорции формы и технологии двигателя sky active также были применены начиная с этой модели хотелось бы отметить что здесь в отличие от предыдущей mazda предусмотрели отдельное место для номера которые не портит внешний вид мордашки столь агрессивной и хотелось бы отметить оптику то есть на этой машине стоит линзованная оптика с функцией адаптивной системы освещения которая меняет пучок света зависимости от того поворачиваете ли вы то есть подъезжаете на парковке она опускается вниз чтобы не слепить водителя и также по трассе изменяет траекторию перенаправляя пучок света чтобы не слепить впереди едущий автомобиль очень круто что mazda об этом подумала также в передней части располагаются датчики парковки и еще отдельно хотелось бы вернуться к оптике автомобиля вся оптика полностью сделана не ксеноновая на что линзы фар что линзы дальнего цвета что туманки сделанные светодиодные что в принципе очень хорошо экономично сказывается как на энергопотреблении так и на долговечности этой оптики подойдем к тормозной системе здесь стоят новые доработанные тормоза которых отзывалась на которых отзывался любой тест драйв касающийся этих машин то есть в целом все довольны абсолютно тормозами а также о качестве тормозов хорошо показала себя аксела ну и естественно для кроссовера они более большие более мощные и с торможением данный автомобиль справляется на 5 единственное хотелось бы отметить что эти тормоза двухпоршневые и хотелось бы увидеть четырехпоршневые системы так как уход за данной тормозной системой а ну более щепетилен в зеркалах стандартно стоят повторители поворота тоже кстати светодиодные и переходим к задней части здесь у нас довольно агрессивный вылет фар но это присущие всем последним новым моделям кроссоверов и в частности дизайну mazda вот так же раздвоенная система глушителя здесь у нас красуется значок сказать sky active technology ну в принципе задняя часть ну более менее делает намеки на агрессивность несмотря на то что это кроссовер в задней части здесь у нас располагается камера заднего вида здесь у нас как обычная ручка освещение дополнительное и вот про это бы хотелось отметить это ручки дистанционного складывания сидушек и многие владельцы отметили что это весьма удобно очень что сделали именно так они на самих сидушках здесь у нас под ковриком полноразмерная запаска что в принципе маленько скрадывает объем но тем не менее полноценная полноразмерная запаска это круто также пару карманов для каких-нибудь мелочей ну в целом все я думаю сиденья мы складывать не будем но отдельно заметим что при складывании сиденья образуется ровный пол ну и при большом желании можно здесь наверное людям в принципе моего роста довольно комфортно поспать ну для людей с большим ростом будут проблемы опять же есть такая шторочка солнцезащитная чтобы багажное отделение не нагревалась что очень хорошо продумано ну в целом все лаконично замечательно выглядит также как на всех новых маздах у нее система hands-free то есть чип-ключ лежит в кармане вы подходите нажимаете на кнопку автомобиль открывается и падаем в салон сразу же в глаза бросается лайба босс в максимальной комплектации cx-5 оборудована аудиосистемой босс что хотелось бы заметить на качество материалов все отзываются о очень хорошем качестве материалов и мне как ну в принципе скажем так не любителю новых автомобилей потому что качество материала в них вот этот жесткий пластик весь отталкивающий который удешевляется год от года в такие машины садится приятно потому что меня сразу радует мягкий пластик качество всех материалов качество выполненной работы сход зазоров везде идеально выверен в этом конечно mazda очень сильно постаралась и именно эти машины mazda очень сильно отличаются от конкурентов именно качеством сборки что ходовой части что двигателя что салона в целом посадка сразу я еще в прошлый раз когда садился в эту машину перед тем как снимать обзор сразу сказал что посадка прикольная джиповская а ну это же все-таки кроссовер но нет ощущения что ты сидишь в громоздком какого-то автомобиля то есть в принципе понимаешь что автомобиль то ну наполовину легковой да но посадка высокой сижу далеко гляжу очень радует что хотелось бы сказать здесь у нас находится кнопки системы которые у нас отвечают за безопасность вождения отключения электронных систем система а и стоп также у нас система курсовой устойчивости и пола система слежения за положением полос хотелось бы отметить то что колодцы весьма обзорные тахометр по привычному для меня находится слева спидометр посередине есть дополнительное окно которое показывает нам разного рода информацию кнопка старт-стоп и перейдем к этой части автомобиля я думаю дизайн вы посмотрите ну уже успели посмотреть новый маздовский дизайн обзоре аксела если вы если вы его посмотрели ну мало чем отличается кроме того что здесь есть как я уже говорил в самых навороченных версиях присутствует кнопки обогрева сидений выбор режима и кнопки управления парковочными сонарами вот так же здесь есть переключатель спорт не спорт вот и так же во всех новых маздах вот такая очень хорошая штука на ней мы останавливались подробнее когда делали обзор акселы о чем хотелось бы сказать именно по cx5 о том что здесь мультимедийная система этот экран который в свою очередь также тачскрин вот здесь он абсолютно на своем месте в панели и очень лаконично смотрится обшит кожей простроченной как я уже сказал качество материалов и сборки салона очень очень грамотно когда взгляд падает мне в эту часть сразу хотелось бы отметить что муфта здесь работает очень хорошо потом когда мы поим кататься на ней в обзоре и протестию протещу протестию вот но даже в отличие от всех остальных моделей линейки этой здесь муфта работает на 5 с плюсом это отмечали многие люди в других обзорах по другой информации и по некоторой информации данная муфта сделано в сотрудничестве с конторой айсин ну по климат-контролю все довольно стандартно хорошо что именно такие крутилочки все все эргономично еще хотелось бы отметить что сейчас мы я заведем еще хотелось бы отметить что изначально домой зайдем изначально в системе мультимедиа навигация не работала но так как мы живем в россии у нас все любят делать на халяву умельцы разобрались как слить и навигационные карты и залить их сюда бесплатно при том что дилер за эту опцию просит но весьма не кислых бабок то есть и вуаля полноценная навигация у нас работает вот так посветлее будет да и я говорю благодаря умельцам в россии нашлись хорошие люди которые кракнули данную систему и теперь у нас есть полноценная навигация не башляя бабок дилеру из дополнительного места по салону тут в принципе говорить не о чем это дополнительные карманы бардачок стандартно вот подлокотник ну и под подлокотником то есть есть абсолютно стандартный бардачок два подстаканника ну и сюда еще мне кажется очень удобно можно положить телефон вот ну чё прокинемся назад посмотрим что там с местом для пассажиров то есть ну для меня как для человека с маленьким ростом проблем абсолютно никаких нет но я отмечу что опять же для людей с большим ростом местечко на заднем ряду маловато хотя и комфортно жалко что задние сидения не меняют угол регулировки нельзя сделать полу лежа ну по большому счету не такой большой недостаток сидеть комфортно удобно сейчас прокатимся навалим отрегулирую сидение кстати кстати говоря хотелось бы отметить что в отличие от блин не привычно при корчу к своему в отличие от рав 4 здесь есть память сидений да если кто-то какой-нибудь нехороший человек вроде меня до который делает обзоры села и подстроился под свою задницу можно легко нажать кнопочку и сидение примет обычную форму ну вот в таких ништяках мелочах как бы и есть основное отличие автомобилей потому что оба они как я уже говорил одноклассники оба кроссоверы то есть какие-то фишки есть там какие-то здесь но посадка в принципе что в раве что в ци иксе примерно одинаковая единственное я говорю то что здесь более на мой взгляд более спортивный руль более утну по моему мнению более удобный то есть в равчике он более пухлый но об этом по подробнее я расскажу потом когда сядем уже в равчик на нем прожмем моргает у нас систем очка и стоп она у нас отключена кстати говоря многие люди говорят о том что вот эта система да старт стоп которая у нас здесь сейчас выключена вот она не столько экономит топлива сколько потом вызывает больше проблем на самом деле у владельцев нежели вот это вот манимая экономия топлива вообще факт за фуэл экономии здесь нет привычного рычага в первый раз когда я сел за руль то есть долго искал слушай где ручник да вот же он кнопка просто так вот сюда я уже как обычно положил телефон в общем расположился ночи поехали на маленькой скорости не загорается у нас штучка это которая предупреждает у нас о том что с невидимой либо мертвой зоны приближается автомобиль но на больших скоростях я уже успела обратить внимание что она предупреждает в принципе с точки зрения безопасности автомобиль напичкан очень хорошо и об этом вы если вам станет больше интересно вы можете покопать информацию по ней на этом я сильно заострять внимание свое не буду вот но скажу что в целом подвеска очень хорошо скрадывает все неровности асфальта трещинки выбоинки ямки и так далее ну вот более-менее такая весомая ямкой ну чуть-чуть отголоски вот бубум-бум отдались в салону не критично абсолютно ну в целом поведение муфты мне нравится то есть плавные переключения то есть я даже не замечаю если честно то есть при нажатии на педаль газа более сильно и четко то есть ну чувствуется как передачи втыкаются но в плавном режиме хода я честно говоря не замечаю переключение вообще способствует этому 6 ступый автомат то есть у нас в цех 5 6 ступенчатый автомат двух с половиной литровых двигателей 192 лошади за ходовые качества двигателя у нас отвечает новая система от mazda sky active вот ну сейчас как раз более-менее нормальная дорога безлюдно посмотрим нажимаем кнопочку ракета вау да действительно ускоряется шикарно весьма шикарно да динамика динамика вправду впечатляет поверьте мне мне есть чем сравнивать у меня до луна спортивная автомобиля развернемся попробуем в обратную сторону с включенной коробкой на спорт впечатляет и звук двигателя на самом деле очень четкие переключения коробки такие не втыкающие но довольно четкие ощутимые шикарные тормоза тормоза мне здесь нравится уже можно еще до да в потоке довольно хорошо сейчас проверим как она перестраивается маневренность и и думаю можно будет уже поехать посмотреть чем порадует равчик ну как бы намек не то что даже намек прям очень сильное навязывание именно спортивности своего поведения у этого автомобиля очень четко выражено а за это у нас отвечает по моему если мне не не изменяет память коробка которая ну автомат естественно которая называется джидрайв ну перестраивается она довольно бодро хоть и с небольшим таким преднатягом что ли но в целом не будем забывать что это не спортивный автомобиль все-таки а кроссовер который при своих габаритах того бы имеет довольно хороший разгон и в целом отличную управляемость то есть руль на неровностях машина не рыскает в поисках дороги на самом деле к тормозам надо привыкать потому что ну то есть все системы безопасности работают довольно хорошо то есть круиз-контроль слежение за разметкой а вот нам подсказывает низкий уровень жидкости в стеклоомывателя так что залей довольно не отвлекающие подсказки на панели здесь вам может быть не видно но вместо водителя все ну не агрессивно привлекает внимание но не отвлекает от дороги обзорность довольно хорошая единственное в заднее зеркало просто я не привык к тому что немного повыше ну легковой автомобиль сзади позади себя видно довольно отчетливо а тем более что у нас для движения задним кодом есть камера заднего вида посмотрим чем порадует рамчик и м в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok